На Сибирске продолжается масштабный ремонт и модернизация изношенных теплосетей. До середины сентября этого года подрядчик сибирской генерирующей компании переложит внутриквартальную теплосеть на улице Петухова в Кировском районе. Она была построена 56 лет назад. К этой теплосети запитано 11 многоквартирных домов, 2 детских сада и еще 2 объекта. За последние 5 лет на теплосети было зафиксировано 65 дефектов. На весенние сессии Новосибирского гурсовета депутаты приняли решение о контроле работ, которые будут проводиться сибирской генерирующей компанией в 2023 году. Одной из локаций, которую недавно промониторили парламентарии вместе с представителями СГК и администрации города, стала улица Петухова, где идет замена внутриквартальной теплосети, построенной еще в 1967 году. Мы меняем отопительные трубы на пенополиуретановые предизолированные трубы. Это стальная труба в ППУ изоляции с системой УДК, дистанционного контроля. Помимо этих труб еще меняется система горячего водоснабжения. В этом же лотке проложен трубопровод холодной воды. Эти трубы, которые горячая и холодная вода, они в другой технологии, они прокладываются именно в пластике, потому что температура теплоносителя по ним, она параметры меньше. Поэтому все трубы это, ну, можно сказать, современные. Наверное, аналогов в городе Новосибирске в таком масштабе, в такой технологии еще не было. Общая стоимость проекта 215 миллионов рублей. Работу выполняет подрядчик сибирской генерирующей компании ООО «Деско». Всего по каналу 890 метров в однотрубном исполнении предстоит поменять порядка 4,5 километров трубопроводов. Сегодня посмотрели, как ведутся работы, что сделано, что планируется сделать, сроки окончания проведения данных работ, потому что это очень важно, не уходить там в зиму. Жители, в первую очередь, интересуют, в каком состоянии будут, соответственно, территории, на которых проводились раскопки. Очень важно, что используются современные технологии по укладке труб. То, что мы видим, да, тот же подход обеспечения горячей водой по временным сетям, для того, чтобы люди могли пользоваться этим, несмотря на летнее время года, я считаю, это тоже, ну, такой шаг вперед. Минимизация отключения потребителей, которые ранее неделями могли сидеть без горячей воды, для энергетиков – это соблюдение современного стандарта при ремонте изношенных теплосетей. Еще один немаловажный вопрос – дальнейшее благоустройство после проведения масштабных работ. Одно дело – раскопать, а второе дело – сделать так, чтобы было, как минимум, не хуже до раскопок до всех этих. Говорили с руководителем филиала СГК, что отдельно этот вопрос обсудим в плане благоустройства, потому что были в свое время требования, что на сетях можно было детские площадки размещать, сейчас эти требования ужесточились. Но будем смотреть, искать какой-то компромисс. И вот сейчас, когда заменят на новые, на полипропилен, на металл, мы надеемся, что не будет вообще жалоб жителей на все эти порывы, разрывы, на повреждения. Сейчас работы ведутся на 22 участках из 27 запланированных по программе модернизации. В планах энергетиков на этот год заменить новосибирский теплосети на общую сумму порядка 4 миллиардов рублей. У нас всего 31 участок будет затронут реконструкциями и ремонтами. В общей сложности это чуть более 19 километров, 20 километров практически. В прошлом году это было 12 километров, напомню, прирост на 80 процентов. Когда мы сейчас рассматриваем программу на следующий год, мы предполагаем еще некоторое увеличение объемов по перекладке, будем уходить за 20 километров. Плановая замена изношенных сетей позволит сократить количество нештатных ситуаций с отключением тепла и горячей воды. В наибольшей готовности сейчас теплосети на улицах Чаплыгина, Грибоедова, Советской и Комсомольской. Начаты работы по программе капремонта на теплосетях СГК и города, на Королева, Коммунистической и Выставочной. С 1 августа начнется ремонт теплосети на Серафимовича. А основные работы по замене внутриквартальной сети на Петухова подрядчик должен закончить до середины сентября. Отдельно депутаты вместе с представителями СГК проконтролируют восстановление благоустройства после проведения масштабного ремонта. В том числе и по установке детских спортивных площадок, которые по современным стандартам не могут находиться на месте теплосетей.